здрасте друзья а вот чего хочу начать сегодняшний выпуск мы тут у нас call центр большой и мы очень часто до известных происходящих событий фиксировали звонки от так называемых по простому разводил на самом деле вот эти вот истории когда звонят какой-то там службы безопасности банка и пытаются круче горячего человека там узнать его через простодушных и доверчивых людей чаще всего людей старше среднего возраста и чаще всего это женщины ничего не хочу сказать там против женщин все министы нас ненавидят ну вот факт констатирую так вот народ разводе да там скажите пин-код там рассказывать всякие истории о том что там кредиты надо взять на вас взят кредит и много историй к нам обращаются просто пострадавшие ребята люди я часто такие моменты ловил опять же с хочется вспомнить у меня тоже были как часто попадаются прям непосредственно в таком формате там с этих вот с брокерских этих контор которые якобы там предлагают вложить деньги и зарабатывать там чуть ли не по 20 процентов в месяц за соответственно по 200 годовых есть много у нас роликов на эту тему когда с откровенно кстати говоря вот на самом деле это и есть основной мой посыл от начала ролика украинским акцентом это происходит неплохо скрываемым а сейчас их нет вот нет вообще просто я спрашиваю ребят которые работают в колл-центре на приеме звонков нет от слова абсолютно и многие писали когда я вот говорил предполагал что это украинцы почему они так делают ну почему в конце концов вообще такое отношение чего вы ждете в ответ украинцам я обращался ну не ко всем конечно а вот именно к этой публике в конце концов почему в россии таких колл-центров нет мне говорили да нет откуда ты знаешь типа вполне возможно это из россии такой идет игру да нет но и же вычислили бы они просто пользуются безнаказанностью находясь на территории другого государства знаю что государство поощряет вот такие вот микро диверсии в сторону россии я уже молчу про минирование там вот эти вот поголовные были до условные минирования торговых центров все сейчас этого нет ну подтверждаются и так без мы без всяких каких-то дополнительных доказательств это даже не докатки это для меня лично моем смысле это была уверенная позиция и очередной раз заявил что я в очередной раз оказался прав и знаете что сейчас происходит это ну так назовем ситуацию бальзам на душу пострадавших или тех людей кто действительно ну а таких людей в россии конечно же большинство практически наверное любой человек русский человек против того чтобы его соотечественников таким даже по таких простодушных соотечественников таким наглым образом разводили на последние деньги хотя знаете если быть справедливым да я тоже иную раз могу сказать что жизнь не наказывает а с любовью учит но кто бляха муха дал вам господа разводилы кто вам делегировал вот этот вот формат учителей мать вашу сейчас что я знаю происходит все они находясь там уже совершенно отчетливо понимают что чтобы там не рассказывали там кто-то там что-то не подозревал но все мы понимаем что дни нацистов сочтены и украины началась новая другая жизнь да там общество будет переформатировано и что-то будет происходить в том числе и негативное но те кто уже как говорится забелился на окрасил свою сущность они должны понимать правильно же да сейчас сменится ваш режим люди вздохнут свободно честные люди люди которые не обременены какими-то вот этими националистическими лозунгами вот эти все кастрюли головы простые люди простые большинство людей которые просто хотят жить работать зарабатывать богатеть общаться так вот эти люди естественно будут чувствовать изо дня в день положительные изменения а вот это быдло масса на мразотная которая как они вот я же тоже много раз мне звонили я пытался поговорить с ними у них у них парадигма такая ну во первых они себя считают учителями дланью божией какой-то да а во вторых они почему-то говорят что человек сам добровольно отдает эти деньги он лох он черт он дурак там и так далее яс не лох потому что головой не умеет думать или что-то в этом роде а то что ты делаешь все для того чтобы просто обмануть простодушного человека для них это чуть ли не каким-то элементом гордости является что они такие хитрые и находчивые дело в том что было четко заявлено спецслужбами еще в те времена я читал что их вычисляют понимают где они находятся в каких местах даже знают имена их руководство руководителей их она с тем что они на территории другой страны руки связаны в спецслужб а специально там какие-то спецподразделения отправлять из-за того что там 10 каких-то легковерных бабушек были обмануты на серьезные деньги у них жизнь скажем так под откос и так не совсем благополучно еще больше покатилась но естественно это неправильно а вот сейчас все это дело будет конечно же активно развиваться и в первую очередь и даже искать не будут просто к ним придут к этим вот руководителям организаторам этих вот которые вот формировали вот этот вот идейный ряд да скорее всего им предложат некое мировое соглашение я на самом деле так сделал потому что они по сути не делали вот этого вот они организовали все но далее обеспечили техническую возможность вот я бы хотел чтобы а так и будет скорее всего вектор внимания специальных людей которые будут потом вести все эти дела направился на вот эту публику на разводил на этих конкретных которые конкретно осознавая что он сейчас у бабушки какой-то легковерной женщины забирает последние с мыслью о своей правоте в том числе эта мысль у него подкреплена националистическими идеями что он сверхчеловек вот я хочу чтобы этих точечно брали за кадык и тот самый эффект бумеранга жизнью демонстрировала я повторю жизнь по вашему сценарию и наказывает она с любовью учит и теперь ваша очередь я знаю отчетливо понимаю что они все видят они чувствуют обстановку и естественно поняли что их бросили и теперь все складывается таким именно образом что вас господа возьмут за жопу возьмут за жопу и вы ответите за каждый рубль который вытащили из кармана грехковерного человека ну и за ваши мысли конечно я желаю мирного неба над головой всем и украинцам и русским любому человеку я много путешествую и очень хочу чтобы эти возможности у меня увеличились я очень хочу съездить на украину или в украину они имеют значение я хочу там оказаться и пообщаться с теми людьми с кем я давно уже не общался и знаете часто об этом говорил я служил в армии в девяносто третьем году очень много ребят у нас с украины было я вообще даже не задумывался вот с украины были ну это это еще был советский союз почти живой что с таджикистана с казахстана привет дима билик привет сергей таран может вы смотрите меня я знаю вы смотрите ребят ну вообще не разделялись позиции знаете не было никакой предпосылки ну максимум самого заметного это украинцев хохлами называли так они типа и сами были не против таких от обращений а уж каких-то там неуважительных отношений откуда все взялось не мне судить хотя я понимаю мы не будем на тему наших выпусков вот это вот развязывать все и так всем давно понятно простым людям нормальным людям за мир во всем мире за спокойный бизнес и за правильное отношение людей друг другу за правильное не продиктованное а вот на типа наитью еще небольшое отступление может быть кто-то кто дал со мной давно знаком знает что я очень часто летаю в таиланд вот мы там любим отдыхать это наш выбор уже больше десяти лет подряд все каникулы там когда ребенок был маленький еще до школы младшая дочь мне жена просто там жила у нас там столько знакомых и сейчас я узнаю своих знакомых что там вот люди русскоязычные русские белорусы украинцы вместе слава богу вместе никаких противоречий не возникает живут вот в одних резортах в одних домах общаются и не понимают не понимают они не солидарны многие вот украинцы уехали с украины из-за того что им не нравилось вот это вот пропаганда русофобская что они себя считают простыми людьми говорящими с русскими на одном языке ну чё потрудимся алло здравствуйте да здрасте здрасте здравствуйте это альфа-банк отдел взысканий меня зовут мурунова мария александровна ведущий специалист альфа-банк анна евгеньевна вам знакома а вам передать пожалуйста мне денег чтобы связалась с альфа-банком по номер восемь восемьсот двести семерка нас просит зачем она спросит зачем телефон известен и она спросит зачем она не спросит она не спросит она знает ее номер телефон на который я звоню смысле так уверенно она знает нет она не знает она спросит зачем перезвонить ничего фига себе это на прекрасно всего доброго ничего еще что-то забыли что-то английский ничего не сообщили чего звонили чего звонили мы ждем звонка там на евгеньевне пусть нами свяжется еще не докладываю я понимаю что это ваша такая вам разница она не будет перезванивать и на не хочет и не надо этого делать пока она не узнает зачем от нее звонка сделайте что хотите можете от нее можете не от нее она прекрасно она прекрасно все знает да не знает она ничего еще откуда за людей то отвечаете барышня вы чего в своем уме зачем вы так говорите еще думаете вся жизнь у нее вокруг вас что ли вся жизнь вокруг вас сосредоточена она с утра до вечера думает о вашу понятия не имеют то вот такие зачем вы звоните естественно вас просят зачем мне перезвонить зачем мне на них время тратить вы не хотите сказать скажите все просто я скажу для чего перезвонить она примет решение звонить или нет но нам не нужно говорить она и так да что сказано что не знает она понятия не имеет зачем вы ей звоните зачем ей перезванивать неужели трудно понять простые вещи если вы с утра до вечера думаете о своем этом банке то она совершенно других вещах думает естественно нас просит зачем мне им перезванивать они сказали зачем я скажу вот просили перезвонить они сказали зачем я скажу она знаю ты знаешь она ведь я не знаю трудно сказать зачем перезванивать но уру-ру она прекрасно знаю вот ёб твою мать вот заладила что она знает попробую схитрить что она прекрасно знает слова забываете что еще за паузы вы можете отвечать сразу как только вопрос услышали что заладили она прекрасная еще раз она не знает нет она не знает мне лучше знать я чаще с ней общаюсь она не знаю зачем ей это делать она мне сама сказала если позвонят с альфа-банка спроси зачем мне им перезванивать для чего я понятия не имею зачем мне она спросит зачем вот мне трудно это ну пока и висит на трубке или на чем-то на гарнитуре висит что-то забыли сказать алло здравствуйте вот карпова татьяна сергей александр сергеевич это вы да какой банк а в т.б. ага здрасте очень приятно касательно долго поступает звонок по ипотеке сумма с учетом кредита общая порядка 57100 рублей уточните пожалуйста вы успели произвести оплату нет конечно просрочка довольно таки длительная могу вас еще разточнить причину задержки изначальной денег нет не работаете расходы были болели просто денег нет вы не работаете какая разница денег нет хорошо него не хватает денег не хватает и рассчитали немного поняла благодарю за предоставленную информацию сейчас официальный банк может согласовать дополнительное время до 8 марта что сможете предпринять эти сроки знаете я в общем то хотел бы с банком переписку вступить важный вопрос вот эти все телефонные переговоры в таком сегменте как мое жилье я предпочитаю все таки на официальный формат перевести чтобы потом у меня была какая-то опора буду оформлять кредитные каникулы и все остальное банк сейчас тоже важно понимать просрочка длительная к сожалению вот упали в рисковую категорию я знаю я понимаю могут рассмотреть вопрос да и достать он досрочно 838 тысяч 500 рублей это по статье 811 гражданского кодекса эту сумму нужно будет найти а ипотеки дадут срок 15 дней ну знаете как устроена судебная система да то есть банка не квартиру будет взыскивать банк взыскивает деньги верно сначала вам все требования со сроком закрытие это потом банк слушал если это срок вы не вносите деньги банк будет вынужден уже обратиться далее суд соответственно судебном порядке будет за деньгами правильно но нет я про ипотеку тоже то есть банка квартира то не нужно банк не риэлторская организация банку нужны деньги банка выставит иск на сумму конечно банк может в исковых требованиях попросить наложить обеспечительные меры связи с ипотекой но так или иначе закладная все это работает эти дополнительные просьбы требования не нужны дальше естественно суд станет на сторону банка и передаст дело судебному приставу просто об этом не многие знают у меня есть знакомый так назовем ситуацию которая воспользовалась этой лазейкой с позволения сказать и пришел к приставу пристав говорит вот исполнительное производство есть у вас есть ипотека выяснили ничего сделать не можете квартира у вас есть банку нужны деньги и так давайте-ка мы будем с вами платить банку деньги потому что сумма зафиксирована проценты не растут я же не закончила вы пытаетесь меня перебить я правильно понял извините перебила продолжайте ну так вот и я начну приставу платить понемногу ну во всяком случае столько сколько можно сколько позволяет мне обстановка существующая и будет происходить оплата ну по-простому да то есть исполнительное производство будет реализовываться и дальше уже банку гораздо сложнее будет забрать у меня квартиру так как я эту сумму буду выплачивать то есть сумма долга будет уменьшаться а банк претензии выставляет не квартире а к деньгам и деньги будут погашаться это удобнее да это неприятно это тяжело к этому нужно подготовиться но мы договоримся с приставом выселить из квартиры меня можно только по решению суда банк самостоятельно это сделать никак не сможет вот и в суде я буду из-за всех сил ситуацию одеялок что называется на себя тянуть это один из непростых но способов остаться в ипотечной квартире что напомню вы возможно это не знаете банку квартира моя не нужна нафиг он ее продаст и просто закроет вопрос финансовый вот и все а я сделаю так что я сам ее выплачу только через судебных приставов конечно конечно предмет взыскания но это это спорный момент суд у нас что с вами состязательный процесс и банк может обратить взыскание на предмет залога только посредством суда банк коммерческая структура я же вам объяснил решение в пользу банка фиксация фиксации суммы долга чтобы проценты более не росли и после этого дополнительные расходы нет это не дополнительные расходы во всяком случае эти расходы но пошлина да вы про пошлину что но три тысячи рублей 3 тысячи рублей проценты я напомню вам остановятся эти дикие проценты которые ежемесячно растут сейчас они перестанут расти также по на основании 333 статьи еще начисленные пенни штрафы можно снизить правда на усмотрение суде но они как правило снижаются в итоге я получу зафиксированную сумму ниже нынешней теперь что касается аппетита в банка и буду постепенно и выплачивать это не просто здесь нужно привлекать юристов с ипотекой шутки плохи тем более в т.б. достаточно крупная серьезная структура но что-то на фоне сегодняшних событий мне кажется что у банка другие приоритеты теперь но в всяком случае в ближайшее время так сложится а там видно будет вы свои деньги девушка мне хочется в этом смысле конечно когда я слышу такие заявления со стороны человека который меня не знает впервые со мной разговаривает и вот так вот таким вот беспардонным образом пытается залезть в мой кошелек до контролировать мои финансы хочется с конец конечно сказать что нелицеприятное но я надеюсь и без этого обойдемся и вы больше не будете вот эти вот абсурдные высказывания да юристы это дело не бесплатное но еще раз повторю аппетиты банка слишком выше чем оплата услуг юристов чем пошлина более того вы пытаетесь бравировать этим не развивая мысль давайте мы с вами посчитаем то есть после нами разобрались до три с половиной тысячи рублей пошлина за подачу иска в суд юрлицо заплатит и потом это пошлина на меня как на проигравшую сторону в случае если вся сумма иска будет удовлетворена если хотя бы на рубль народ на хотя бы на рубль эта сумма будет уменьшена здесь уже пропорционально и пошлина будет уменьшаться так вот так вот банка невозможно договориться устно я же вам сразу сказал сразу как что почему по кочину потому что вы во первых не можете себя идентифицировать даже вот с первых слов как сотрудника банка я скажем так условно признаю что вы сотрудник банка фиксировать по телефону такие серьезные договоренности но это бред даже сейчас эти вот диджеи в кепках это на переговоры приезжают лично с представителями российской стороны они это же понимают это бывшие шоумены да они это понимают что по телефону о чем-то договариваться нельзя нужно в публичном пространстве это делать нашем с вами случае публичное пространство это документальный обмен информации тем более есть 165.1 гк рф вопрос серьезный какие-то окончательные требования предложения от банка в самом начале сказал самом начале я же не отказался с банком договариваться я сказал что хочу перевести это все в письменный формат тем не менее последствия до вас я довела 57 300 вот надо было на этом с этого начать этим же сразу закончить ваша задача как сотрудника колл-центра оператор колл-центра простой человек не вы не можете ничего повлиять ваша задача напомнить о долге сообщить о возможных последствиях на этом пожелать мне счастья здоровья и удачи финансового благополучия по возможности и все правильно сделали отлично отлично сработано отлично сработано до свидания друзья то что я сейчас сказал к этому есть смысл отнестись внимательно да скажем так очертания верные но не шутите с ипотекой не нужно послушав кузнецова фу сказать все теперь меня не выселят да банк в последнюю очередь смотрит на квадратные метры нужны деньги и вот оттягивая весь этот процесс если вы все-таки решение приняли поступить таким образом это нормальное решение имейте ввиду бросайте все и копите некую сумму пока этот процесс он затяжной процесс затягивайте его любой юрист скажет что процесс можно затянуть очень серьезно у вас будет искусственно создана очень крутая отсрочка то что да действительно проценты штрафы если вы сопровождаете все письменным форматом можно очень серьезно нивелировать оптимизировать и выйти потом на сумму без процентов это легко можно сделать ну как легко я во всяком случае понимаю как это сделать наши юристы понимают как это сделать и потом уже у вас должна быть хоть какая-то сумма чтобы прийти к приставу не с пустыми руками сказать вот мне выделили когда нам конкретном случае 800 тысяч да а я собрал целых 200 и сейчас подтверждение любой пристав эксплуатирует такие формы способы договариваться в подтверждение своих слов готов сейчас нести сумму пожалуйста оставляйте меня в квартире я буду эту сумму гасить медленно постепенно приставу честно скажу откровенно плевать и на банк и кстати говоря и на вас ему важно чтобы у него не было висиков чтобы исполнительное производство было активно то есть оплаты шли по нему вот так пробуйте без выходных моментов не бывает алло добрый добрый-добрый мать и александрович а вы кто такая заскочила общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс финансовая дамля за эти все разговоры зовут меня шульманова денежку дефлата на вы будете подтверждать личность зачем мне это делать понятно хорошо до свидания ожидать повторного звонка в таком для чего повторный звонок просто что нашла газа и не война на память и и и нашла газа и 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 Субтитры сделал DimaTorzok